В начальной школе детском саду для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся новогодний утренник. К воспитанникам младших групп пожаловали долгожданные гости – Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с новогодними волшебниками пришла к ребятам и мышка. Мы подготовились, учли все особенности детей, постарались, чтобы дети получили заряд бодрости, хорошего настроения, чтобы ничего их не насторожило, не напугало, так как детки особенные, то, конечно, мы продумали каждые моменты. Подбор игр, персонажей, костюмов. Большая, конечно, проблема таких деток – нарядить в костюмы. Но тоже хочется, чтобы они порадовались, чтобы они получили удовольствие. Несмотря на то, что к ребятам требуется особый подход, а к проведению таких праздников – серьезная подготовка, предновогодние дни воспитанники учреждения проводят весело, не обходятся без новогодних мастер-классов и конкурсов. Мы ведем кружок бесплатный для детей по тестопластике. Мы делаем поделки из солевого теста. Обычно всегда, когда к нам приходят гости, мы им дарим сувениры, которые дети сами лепят и рисуют. К празднику тоже было сделано очень многое. Во-первых, мы писали письмо Деду Морозу. Дети сами сочиняли его. Галина Старостина пришла работать к детям, имеющим особенности здоровья, из обычного детского сада 20 лет назад. В то время она написала стихотворение о своих новых подопечных. Таких детей здесь много. У каждого беда. Им доктора, лекарства помогут не всегда. А чем помочь мы можем, их участь облегчить, заботой и вниманием чему-то мучить. Им хочется новых игрушек, ярких красивых нарядов, вовремя вкусно покушать, чтобы добрый был кто-то рядом. Профессиональный коллектив делает все, чтобы каждый из 110 воспитанников чувствовал себя полноценным членом общества, получал необходимые знания и, конечно, радовался жизни. Кирилл Тридуб, Олег Степанов, информационная программа «День».